Здравствуйте! Мы совсем недавно сделали программу несколько про Владимира Кехмана. Человек непростой судьбы. Когда-то, еще в 90-е, начинал с бананов, продажа бананов. Вот так называли банановый король, но был самый большой поставщик бананов в Россию. А сейчас он занимается театрами. Сейчас он директор МХАТа имени Горького. Возможно, что Владимир Кехман тянется к прекрасному. Я очень хочу петь и танцевать, поэтому именно для этого все-таки я и возглавил. Теперь я могу действительно рассказать истинную причину, зачем я пришел в театр. Но возможно, что на театрах можно так же хорошо зарабатывать, как и на бананах. Скандал начался из-за того, что ремонт МХАТа имени Горького, который должен быть, вот скоро-скоро быть, миллиард, там где-то 900, там чем-то тысяч, почти миллиард, достался одной компании, которая так или иначе связана с Владимиром Кехманом. И оказывается, что это уже не первый раз такое, там и до этого было, когда он в Новосибирске работал, что в ремонтах, в постановках спектаклей так или иначе участвовали компании, которые вот как-то так связаны с Владимиром Кехманом. Мы послали запрос соответствующие органы, чтобы проверили все вот эти вот странности. Нам пришел ответ, что все эти факты сейчас проверяются следственными органами. Будем ждать. Вы знаете, наша система правосудия, она как бы очень медленно в определенных случаях заводится, но уж если заведется, так ее не остановишь. Вот эта вот странная судьба Владимира Кехмана, вот эти множество скандалов, через которые он прошел, и театральных, и 120 килограмм кокаина еще в 2010 году, в питерском порту, в контейнере, который был арендован его компанией, где перевозились бананы, нашли 120 килограмм кокаина. Я верю, что он вообще к этому кокаину никакого отношения не имел. Потому что вот сейчас в питерском порту Кехмана, Владимира Кехмана нету, а кокаин есть. Вот опять тут недавно крупные партии арестовали. Этот ручеек, он без Владимира Кехмана и работал, и работает. А вот что касается вот этих вот странностей с театрами, с постановкой, с ремонтами, что получают одни и те же компании, так или иначе связанные с Кехманом из нашего любимого Питера, где когда-то Владимир Кехман делал свои первые шаги в бизнесе крупном. Владимир Кехман когда-то был связан с Шалтаем Калмановичем. Человек тоже необыкновенной судьбы, сидел в израильской тюрьме, говорят, был шпионом КГБ, КГБ еще. Потом приехал в Россию, уже новую Россию. Общался в самых высоких кругах. То есть знакомства у него были хорошие, я имею в виду, у Шалтая Калмановича. Злые языки, его связывали, говорили, что он финансист одной известной УПГ в свое время. Да она и сейчас, про нее и сейчас помнят, легендарная практически. В 2009 году Шалтая Калмановича расстреляли. Но его друзья, его коллеги до сих пор хорошо себя чувствуют. У наших правоохранителей к ним никаких вопросов нет. Они сидят в высоких кабинетах, даже, говорят, в Госдуме. Поэтому, возможно, и Владимиру Кехману они помогут. Чем смогут? Посмотрим. Посмотрим, сможет ли он из этой ситуации как-то выйти сухим. Чем закончится проверка? Или он дальше продолжит работать на благо российского театра? До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...